Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телепроект «Наш Казахстан». С вами я, Дина Алла Назарова. Сегодня мы расскажем вам об этносах, которые проживают в Мангистауской области. Они будут активное участие принимать в традициях казахского народа. Оставайтесь с нами, все самое интересное впереди! Бесек-кисалу или бесек-той – традиционный казахский обряд, связанный с появлением ребенка на свет, на третий день после рождения устраивают праздник. В этот день младенца первый раз кладут в бесек – колыбельную качалку. Для казахского народа эта колыбель считается золотым гнездом для младенца, поэтому обряд имеет очень большое значение для каждой семьи. На той приглашаются самые важные и близкие гости. Накрывается праздничный дастархан, а после проведения обряда объявляется имя ребенка. По обычаю в бесек ребенка укладывают самая образцовая, опытная и авторитетная женщина семьи. Соблюдая казахское поверье, колыбельку сначала окуривают дымом, сгоняя злых духов. Затем проводят необычный обряд, который называется «тышторма». Через отверстие на дно бесека складывают конфеты и другие сладости, проговаривая «тышта-тышта». Это поверье означает, что родившийся малыш принесет в дом благополучие и богатство Потом гостиницы разбрасывают гостям, те же стараются поймать сладости и раздают их детям После этого ребенка укладывают в бисек и поют колыбельную песню «Бисек жира» Уложив кроху колыбели, ее накрывают разными семейными вещами, несущими особый смысл Например, шуба и другие меха означают символ богатства и высокого положения в семье Лошадиная уздечка предполагает пожелание мальчику стать сильным и ловким Девочкам же кладут зеркало и расческу, чтобы она выросла красавицей Наверное, каждый, у кого есть маленький ребенок, который только-только начинает делать свои первые шаги Сталкивался с таким замечательным казахским обрядом под названием «Сал-Кисер» Разрезание – путь на ногах, символизирующее начало нового этапа в жизни ребенка Умение ходить, познавать мир ПЕСНЯ 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 Хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие лишний раз доказывает нашу дружбу, наше единство, наше согласие. Все дружно собрались, все мы с интересом посмотрели еще раз, потому что и в жизни очень часто, я живу здесь уже 50 лет, я и в жизни это все видела. И лишний раз посмотрела, с умилением наблюдала за всеми, за лицами, кто как реагирует. Очень хорошо, что мы такие проводим мероприятия, потому что я считаю, что именно обмен традициями между народами разными, обычаями, они способствуют взаимообогащению нашему внутреннему и лучшему узнаванию соседа, друга, если он другой национальности. И все это, конечно же, способствует тому, что нам нечего делить, мы вместе дружно все мероприятия отмечаем, все праздники славянские, государственные, чьи-то национальные. Я считаю, что это очень хорошая позиция нашего руководства страны в том, что именно они видят и опору делают на Ассамблеи народа Казахстана, которые, конечно же, своим ежедневным трудом, такими вот мероприятиями способствуют тому, чтобы в общем нашем доме, в общей нашей стране был только мир, согласие и единство. Казахстан Процесс сватовства у казахов был довольно непростым, но очень интересным. Отец невесты, заранее извещенный о приезде сватов, приглашал родных и близких. Отец юноши с близкими родственниками приезжали в дом невесты. Сватов торжественно принимали. Самого главного представителя сватов называли баскуда. Баскуда по традиции опекал девушку, и после свадьбы, будучи невесткой, девушка всю жизнь почитала его. Затем приближенно жениха предподнесли невесте ее родителям подарки, полагающиеся по традиции. Отцов жениха и невесты называли бауздау кудам, то есть самыми близкими. Сватающие стороны ели из одной посуды. Сторона невесты предподнесла обрядовое угощение из печени и курдючного сала куйракбаор. Это налагало на родителей сторон определения права и обязанностей. Уже нельзя было отступать от свадебного договора. В противном случае виновная сторона вынуждена заплатить нестойку и возвратить полученные калы. Субтитры создавал DimaTorzok Обряд бетошар. Бетошар – это обряд, традиционно проводимый на казахской свадьбе. Бетошар – это открытие лица невесты. Певец-импровизатор, характеризуя в стихах почетных родственников, призывал невесту поклониться каждому. В ответ на это близкие родственники мужа дарили подарки. За погляд – Куримдек. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мне, как этнокультурному корейскому центру, посчастливилось участвовать в таком национальном казахском мероприятии, как бетошар. В данном случае я была в джинге. То есть мы провожали невесту, как говорится, в путь, в семейный путь, в долгий счастливый семейный путь. И это очень, я думаю, познавательные и интересные такие мероприятия. Я думаю, что они должны неоднократно проводиться для того, чтобы мы не забывали и чтили, где мы живем. Мы живем в Казахстане. И мы, как этнокультурные центры, должны знать, понимать и чтить казахские традиции. Сегодня в нашем Доме Дружбы областная ассамблея народа Казахстана организовала мероприятие «Олд Казна Сыберлик». Это мероприятие у нас организовано в рамках проекта ассамблеи народа Казахстана «Казахтану». Проект направлен на то, чтобы консолидировать народы Казахстана. Дело в том, что есть общие наши ценности, которые объединяют нас, объединяют все национальности. И вот перед тем, как реализовать этот проект, мы предложили нашим представителям этнокультурных объединений выбрать казахскую обычай, казахскую традицию, которую бы они хотели представить нам. Не секрет, что в жизни представителей разных национальностей мы ходим друг к другу в гости. Это разные наши праздники, разные тои, если так выразиться. И наши этносы выбрали такие четыре традиции казахского народа, как цаокису, беташар, кудатсу, жане, бискисалу. И я думаю, что даже если они знакомы с этим обычаем казахского народа, при подготовке этого театрализованного показа, представления, они глубже изучили саму традицию, поняли корни, откуда это идет, в связи с чем бота дается. И мы сегодня увидели, что их владение государственным языком, и то, что они очень хорошо знают этот обычай. И я думаю, что теперь те люди, которые приняли участие в данном мероприятии, расскажут, будут рассказывать молодым, будут рассказывать представителям своих этносов о том, что обозначает та или иная традиция казахского народа. Все этносы, проживающие в Мангистаусской области, принимали активное участие на мероприятии, организованном Ассамблее народа Казахстана в Казахстану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова